Казахстанские врачи бьют тревогу. В республике растет число абортов, спровоцированных таблетками для животных. Препараты, предназначенные для прерывания беременности у кошек, стали популярны у школьниц, студенток и даже взрослых женщин. Почему девушки официальной медицине предпочитают сомнительные препараты, выясняли наши корреспонденты. Два дня назад Айжан доставили в больницу с сильным кровотечением. Женщина рассказала, что выпила китайские таблетки, купленные на рынке. Она знала, что люди приобретают их для кошек и собак. Но знакомая порекомендовавшая средство сказала, что это самый дешевый и эффективный способ. У меня была нежелательная беременность. Хотела побыстрее избавиться от этой беременности. И купила, по наслышке купила декарство, выпила ее. И получилось так, что сильно закоровила и поступила в поликву, в больницу. Сарафанное радио, как известно, лучшая реклама. Женщины, выпившие это средство, рассказывают, что просто приходили на рынок и спрашивали кошачьи таблетки. За пять тысяч тенге им давали коробочку с капсулами, исписанную иероглифами. Они к нам поступают в основном с обильным кровотечением, даже с гимнодическим шоком, осложненные сепсисом. А вот эти препараты, которые они покупают, они сами говорят китайские таблетки. Но они, конечно, предназначены для кошек, для собак. Чтоб прервалась беременность. Там вообще доза не рассчитана для людей. Ветеринар Александр Зелинский удивляется людской легкомысленности. Он говорит, что хороший хозяин даже для кошки не купит непроверенный препарат. Что уж говорить о человеческом здоровье. Все препараты ветеринарные идут на двух языках с аннотацией. То есть там государственный обязательно язык и обязательно русский, казахский язык должен присутствовать в медикаменте. Обязательно должно быть название. Обязательно должен быть строг годности. Намеренное прерывание беременности вне стен. Медучреждение на языке врачей называется криминальным абортом. Решается на эту опасную для жизни процедуру в основном женщины от 15 до 30 лет. Причем, по словам докторов, среди них есть и высокообразованные дамы. Большинство из напившихся кошачьих таблеток объясняют свой поступок дороговизной абортов. Ведь цена на них колеблется от 25 до 40 тысяч тенге в зависимости от срока беременности. А врачи в ответ в который раз напоминают, что в свободной продаже есть контрацептивы, применение которых и обойдется дешевле, и здоровью не навредит. Асем Караулова, Али Алиев, Ербол Аманшин, Информбюро.